Привет, студент! На улице Снежище, а в эфире Свежище. Самые свежие новости студенчества Казани. В эфире Оскар Галимов. Сегодня в выпуске. Это не шутка. Кому студенты КФУ удалили зубы и наложили швы? Известный журналист посетил Казанский федеральный университет. Новые законы для курильщиков. Чего ждать? Вы помните эту панику перед посещением стоматолога, когда из кабинета дантиста раздаются звук бормашины и истошные крики пациентов? Согласитесь, этот страх объединяет многих. Насколько оправдан этот страх, если учитывать, что каждый год стоматология делает шаг вперед на пути к прогрессу? Каких успехов в своем деле добились молодые стоматологи России на сегодняшний день? На эти вопросы отвечала Аделя Шамилова и даже не ложилась в кресло стоматолога. Человек, выбравший делом всей своей жизни лечения людей, не может работать спустя рукава. В такой профессии особенно важно быть всегда открытым нововведением. Медицина является динамично развивающейся средой. И для того, чтобы быть востребованным, врачу приходится все время быть в курсе новых технологий. Именно с такими технологиями студентам КФУ и других российских вузов предстоит познакомиться на Всероссийской Олимпиаде по стоматологии, посвященной 225-летию со дня рождения Николая Лобачевского, который стартовал в Казанском федеральном 16 ноября. На площадке Института фундаментальной медицины и биологии состоялась церемония открытия данного мероприятия. На наш взгляд это будет очень интересное мероприятие, потому что здесь приехали из разных регионов студенты. В частности, это Самара, это Душан-Б, это Нижний Новгород и Казанский, конечно. Сегодня будет открытие и представление своих работ студентами, теоретическая часть, а завтра уже будут наиболее интересные моменты, потому что будут практические навыки сдавать студенты. Сами соревнования будут проведены на площадке кафедры стоматологии и имплантологии. В планы мероприятия вошло изготовление участниками ручной работы на тему анатомия, строения зубов и зубочелесной системы. А в теоретическом блоке участники продемонстрируют свои знания в области решения ситуационных задач. Довольно интересен практический этап. Здесь будущие медики покажут свои знания в терапевтической, хирургической и ортопедической стоматологии. Здесь ребята будут удалять зубы и накладывать швы. Удаление зубов – моя любимая тема хирургии, любые хирургические аспекты мне интересны. Я в них стараюсь себя больше всего проявлять. Потому что я хочу быть челюстницевым хирургом очень сильно. Но это моя мечта, как у тебя помню, с восьмого класса, когда я решила медицину, когда мне понравилась стоматология первый раз, когда мне все это показали. А потом с первого курса мне очень понравилась челюстницевая хирургия конкретно. Если положить меня, то на этом оборудовании можно меня лечить. И никто от данных процедур не ощутит боли, ведь все действия будут практиковаться на специальных манекенах, которыми оснащен Казанский федеральный. Соревнования пройдут в фантомной аудитории кафедры с современными симуляционными установками. Практические задания для студентов состоятся уже 17 ноября. В гостях Высшей школы журналистики Казанского федерального университета Леонид Никитинский. Известный российский журналист провел мастер-класс для студентов. Какие темы обсуждали в шоуруме, ты узнаешь прямо сейчас в сюжете Олега Кашина. Казанского федерального университета Эти три пункта составляют единое медиапространство России. В этом убежден автор книги. Кроме этого, журналист обратил внимание студентов на проблему современной журналистики. Она стала неэффективной и неинформативной. Открываем программу, где там информация. Хоккей, ток-шоу, сериал, викторина. Это чисто развлекуха. В перемешку иногда появляются новости в нагрузку, которые чаще всего в перерывах между хоккеем. Это мы проводили соответствующие даже исследования. И пришли к выводу, что вот большая часть того, что есть в так называемых СМИ, это просто переписанные пресс-релизы. Типа пришел, ушел, там приехал, открыл, закрыл. Ну, может быть, еще что-то сказал. И в основном это развлечение. Там кроссворд, как солить капусту. Там, может быть, это полезные советы, даже и неплохо. Отметить, что Леонид Никитинский посвящает свое творчество темам судебной и правовой системе. В 1988 году Леонид Никитинский в журнале «Огонек» написал очерк с названием «Беспредел». И в заключение приятно отметить, что это слово вошло в общественный оборот. Олег Кашин, Владислав Михневский, Универньюз. Фантастика, как жанр литературы, всегда была интересна молодежи. На тему научной и ненаучной фантастики говорили в Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского федерального университета. Она была посвящена 350-летию со дня рождения Джонатана Свифта и 125-летию со дня рождения Джона Дональда Руэлла Толкина. Все подробности смотри в следующем сюжете. В Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского университета проходит Всероссийская научная конференция молодых ученых «Фантастика научная и ненаучная». В конференции принимают участие студенты и аспиранты Казанского федерального университета, а также гости из различных городов России. Когда я увидела объявление об этой конференции, мне, естественно, стало интересно приехать и пообщаться с другими людьми, которые тоже занимаются именно этой тематикой. Я надеюсь, что у нас будет сегодня здесь достаточно много дискуссий, обсуждений, обмена мнениями, какими-то идеями, которые потом можно будет развивать и воплощать. Впервые конференция прошла в декабре 2015 года, где говорили о проблемах современной научной фантастики. Эта конференция лишний раз доказала, что фантастика – это действительно тема архипопулярной у молодежи. Собственно, поэтому и возникла идея вот такой молодежной конференции. Конференция включает в себя пленарное заседание, где участники выступают с докладами, а затем обсуждают затронутые темы. Здесь пройдут также и три секционных заседания. Самой интересной кульминацией конференции станет встреча с популярным казанским автором Ясминой Сапфир, которая пишет в жанре фантастики. Она выпустила уже три книги в издательстве «Эксмо» в серии «Академия магии». И она раскроет, что называется, тайны ремесла. То есть это будет взгляд изнутри, как работает писатель в этом жанре. Конференция завершится 17 ноября. Анна Глазунова, Ленар Довлетиаров, Универ Ньюс. А теперь внимание курильщикам. Следующая новость касается всех вас. С 15 ноября уже сточены требования к оформлению упаковки табачных изделий. Надписи и изображения, предупреждающие о вреде курения, станут больше. Насколько больше и какие изменения ждут дизайн пачек, которые и без того уже были изменены, ты узнаешь в следующем сюжете. В России введен новый дизайн пачки сигарет. Вступает в силу регламент Таможенного союза на табачную продукцию. Согласно новым правилам, устрашающие изображения на пачках сигарет будут нанесены на обеих сторонах упаковки и будут занимать 50% поверхности. Курение является основным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Дело не только вред, если мы говорим про сердечно-сосудистые заболевания. Курение является основным фактором риска для развития заболеваний легких, хронических абстрактивных заболеваний легких. Курение является основным фактором риска для развития онкологических заболеваний. Новые правила запрещают указывать слова и словосочетания легкие, мягкие, ультра и другие. На упаковках табачной продукции нельзя будет указывать количество никотина, смол и монооксида углерода. Эта информация может создать впечатление, что если содержание вредных веществ в сигаретах понижено, то и риск заболеваний, связанных с курением, снижен. Мы не можем разделять на легкие, как вы называете, тяжелые сигареты. То есть у нас есть безусловный яд, вне зависимости от количества выкуренных сигарет, вне зависимости от содержания никотина или других смол. Это яд. Нововведения также включают запрет наносить картинки и надписи, которые ассоциировали бы табачную продукцию с продуктами питания. В упаковках сигарет теперь запрещено помещать разного рода вкладыши, которые обычно носят рекламный характер и стимулируют спрос. Также стоит отметить, что в Госдуму внесен законопроект о возвращении помещений для курения в аэропорты. Такой подход позволит решить проблему воздействия окружающего табачного дыма на некурящих лиц. Из-за отсутствия специальных мест некурящие были вынуждены сталкиваться с нарушителями и подвергались воздействию табачного дыма. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз. Это были самые обсуждаемые темы сегодняшнего дня. У меня все. С тобой был Оскар Галимов. Увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова